Добрый день, меня зовут Евгений Бурин, я директор по ФП реабилитации профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Москва. Хочу вам предложить комплекс упражнений по профилактике травматизма, который мы разработали здесь в клубе и с успехом его используем. После того, как спортсмен приходит в спортивный зал выполнять небольшую разминку, 5-7 минут велосипед, обычные маховые движения, небольшая суставная гимнастика, все это занимает 3-4 минуты. И после этого мы переходим к комплексу упражнений, мы уже готовы к нему. Первая часть, очень важная всей программы, всей разминки – это стабилизация центральной части тела. Начинаем выполнять ее в горизонтальном положении. Первое упражнение – изометрическое напряжение брюшного пресса, активация мышц брюшного пресса. Центральная часть тела очень важная, начинаем с пресса. Уполняется 5 раз по 5 секунд в каждую сторону. Обращаем внимание на положение головы, положение тела, положение рук. Напряжение ноги должны быть вместе, стопы должны быть сведены. Следующее упражнение – планка на локтях с попеременным подъемом ног. Нужно проверить правильность плане планки. Плечо должно быть над локтем, тело параллельно полу. Поднимаем, начинаем поднимать прямую ногу, носок на себя на 5-10 сантиметров от пола. Просто убираем точку опоры. Основная задача – стабилизировать тазобедренный сустав, чтобы он не открывался под воздействием того, что мы убрали одну точку опоры. Подняли ногу, раз-два, опустили. Выполнить по 10 раз каждую ногу. Следующее упражнение – это упражнение включения мышц стабилизаторов кора. Лежа на спине, ноги согнуты, мяч держим прямо перед собой вертикально, опускаем его на 45 градусов вправо, возвращаем резким движением в исходное положение. Здесь мы активируем все стабилизаторы, чтобы мяч не должен промахнуться в другую сторону. Выполняем по 10 раз с каждой стороны. Это упражнение – подъем таза вверх с вытянутой ногой вверх и удержанием мяча над телом. Мы поднимаем правую руку и держим мяч в правой руке, опора на левую ногу. Задача – поднять плавно таз вверх и плавно опустить. Нога и рука не расходятся, мы держим вертикальное положение. Четко опустились, поднялись, опустились, поднялись, темп, медленно. Тоже по 8-10 раз с каждой рукой и ногой. Как дальнейшее развитие стабилизации центральной части тела, мы поднимаем игрока в вертикальное положение. Это упражнение – отведение рук с резины прямо перед собой стабилизирует тело в вертикальном положении. Есть два варианта. Простое положение – это стоя на месте, отведение, приведение рук к себе. Важно, чтобы руки не гуляли вправо-влево. И второй вариант, более сложный – это с шагом. Мы делаем этот шаг и выполняем то же движение, и возвращаемся в исходное положение. Задачи везде одни и те же. Руки должны быть четко перед собой. Они должны смещаться ни вправо, ни влево. Мы закончили первый этап разминочной программы. Это стабилизация центральной части тела, активация ее. Переходим к второму – увеличение эксцентрической силы мышц тела. Первое упражнение в этом цикле – это шаг назад с притягиванием, приведением руки к телу с резиной. В этом упражнении главное – сохранить вертикальное положение по окончании этого шага и очень сильно толкнуться ногой, когда делаем поступательный шаг вперед, на шаге назад вытолкнуться ногой. Выполняем по 6-8 раз на каждую ногу. Следующее упражнение – разгибание ноги на слайдборде. Здесь выполняется по 10 раз на каждую ногу. Чем больше мы наклоняемся вперед и загружаем ногу, тем выше нагрузка. То есть нагрузка должна адаптироваться по мере готовности игрока. То есть в первых трех повторениях это может быть небольшой наклон тела, в последующих увеличиваем, увеличиваем и больше загружаем. Следующие два упражнения на слайдборде – всем известный выпад назад и выпад в сторону. Здесь самое главное – концентрироваться на правильном положении тазобедренного сустава и на положении колена при выпаде назад. Коленная чашечка не должна выходить за проекцию стопы, носка. Это обеспечивает вам безопасность сгибания сустава, не перегружает коленный сустав. Но я вам повторяю, это вторичная вещь. Первое – это положение центральной части тела. Ни в одной из точек не должно быть потерян контроль. По 6-8 раз на каждой ноге в каждую сторону. Следующее упражнение – разгибание ног сидя. Очень известно, но это разгибание не на тренажере. Вы можете выбрать любое место, где вам удобно будет сидеть. Зажимаем между ног медбол, баскетбольный мяч, блин от штанги. Здесь у нас активируется внутренняя поверхность бедра, потому что мы работаем на удержание этого предмета. Основная цель – удержать этот предмет, полностью распрямить ноги, носочки фиксировать на долю секунды и опустить. Здесь важна не сила напряжения, не сила воздействия, а важна техника. То есть мы активируем переднюю поверхность бедра, приводящие мышцы, связочный аппарат коленей и подготовиваем его к работе. Это упражнение – вынос таза вперед с резиной, с сопротивлением, позволяет нам активировать заднюю поверхность бедра, ягодичные мышцы и мышцы кора. Вполняется 6-8 раз в активном режиме 2 серии. В упражнении маятник самое главное – сохранить прямую линию тела. Отведением полностью падаем назад, но ни в коем случае не сгибаем в тазобедренном суставе. И обратно идет такое движение, как хлыст, как катапульта, выбрасывание. И резкая остановка в вертикальном положении. Это позволяет нам активировать мышцы стабилизатора и при опускании назад очень хорошо задействовать квадрицепсы в эксцентрическом режиме. 10-12 раз. Упражнение разгибания ног в положении приседа у стены с резиной требует довольно серьезной физической подготовленности. Поэтому не стоит брать резину очень тугую. Возьмите резину помягче и выполняйте правильно, полностью разгибая ногу в коленном суставе, при этом сохраняя равновесие. Выполнять по 8-10 раз на каждую ногу – это вполне достаточно. В этом упражнении при введении рук к себе с резиной во время приседа очень важно сохранять равновесие. Как бы резина не тянула вас вперед, все равно должны дойти только до вертикальной позиции. И ни в коем случае не угоняться вперед. Упражнение выполняется в спокойном ритме, максимально высоко поднятыми локтями, сведение лопаток за спиной. Фиксируется и потом медленно встается. Выполнять 10-12 раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова